С праздником, дорогие товарищи! Вот так бы я сказал, много лет назад, когда в августе отмечался День физкультурника. Независимая Украина учредила каждую субботу, сентября, День физической культуры и спорта. Так что у нас праздничное строение, ну и День города наш. Вот совпали такие два замечательных праздника. И не случайно у нас гость, который имеет очень прямое отношение к этому, известный, самый талантливый человек, который сумел очень много сделать для массовой физической культуры. У нас обычно в спортивных программах рассказываем о чемпионах, о победах на европейском, мировом уровне, олимпийских играх. И так редко касаемся низовой физкультуры, а ведь оттуда начинается большой спорт. И самое главное – радость жизни. И вот Александр Остапович Токаренко, наш гость, он раньше не раз у нас бывал, он сам истинный спартаковец, несколько лет работал в Спартовщине Украины. После возрождения Спартака на Украине в нашей области он возглавляет организацию Николаевскую спортивного общества «Спартак». Это уникальный человек, все, кто знает его, восхищаются его таланту организаторскому, потому что вот есть такое высокое звание – заслуженный работник физической культуры. И он в 10 раз достоин этого звания больше, чем некоторые, которые сейчас его носят. Но он заслужил большое заслугу, и он заслуженно отмечен как один из лучших организаций. Александр Остапович, вот вы посвятили себя замечательному делу, организации массовой такой работы, она хлопотливая, интересная. Чем объяснить этот огромный энтузиазм, вот это огромное желание создать людям праздник? Потому что сейчас многое изменилось. Раньше эти были события почти постоянно, сейчас это как, ну, я не знаю, праздник. С радостью на глазах. Да, вы правильно говорите, Юрий Трофимович. Работа эта очень интересная, благородная, но порой, конечно, бывает неблагодарная. Но я с самых юных лет, вот, как себя помню, в школе был физоргом, в Комсомоле отвечал за спорт, пошел на предприятие работать, тоже за спорт сам занимался. И потом понял, что это моя жизнь, и надо этому себя посвящать профессионально. Закончил технику физкультуры, потом наш пединститут, и вот уже я в Спартаке, в нашем народном обществе работаю 35 лет. Многое видел, многое пришлось делать, создавать. Но, к сожалению, наша физкультура, ну, это, знаете, это такой, вот, постоянно на нашей физкультуре экспериментирует. Я уже столько видел этих реформ, столько видел реорганизации. От этого только проигрывает наше общее дело. Я помню, до реорганизации в 87-м году в нашем Спартаке было 40, 35 штатных инструкторов. Штатных, это люди, которые в организациях занимались профессиональным развитием физической культуры и спорта. Саша, давай я напомню, что 89-й год прошлого века, это роковой год для всех спортивных организаций. Не стало Спартака, Украины, Колоса, Урожая, Локомотива, ничего не стало, осталось ВДФСО, попробуй выговорить. И вот тогда вы на этих руинах пытались создать, но ты настоящий создавал праздник. Как тебе удается, вот, при твоей энергии огромной, такой фантазии, откуда берется это все, желание, вот, пришли люди, казалось бы, приучаствовать, ну, ты создал им такое настроение, привели детей и заражают дети, папа и мама, папа и мама заражают детей. Что ты такое творишь? Ну, откуда у тебя такое, а? Не, ну, я хочу сказать, что людям всегда нравилась массовая физическая культура, спорт высших достижений, это одно. А массовая физическая культура, это совсем другое, это совсем другое, это то, что сегодня, особенно сегодня, по нашей жизни, надо нашим людям, особенно детям, потому что мы сегодня говорим, что здоровье народа, богатство нации, а кто же будет создавать это богатство? Только штатные работники профессиональные, а у нас сегодня их, к сожалению, ноль. Поэтому я, например, я лично по себе, я не буду говорить за кого-то, потому что сегодня, в принципе, у нас и штатных работников нету. Я хочу сказать, что люди сами, кому интересно, моя задача только это дело организовать. Да, у меня так получается, что у меня рабочий день прямо начинается с 7 утра, я уже иду в организации, встречаюсь с руководителями, приходится где-то и доказывать, и рассказывать. И сегодня, конечно, самый главный момент, это финансирование. Финансирование, потому что, к сожалению, без финансирования ничего, потому что надо там и аренду заплатить, и наградной материал найди, и суд, где вам оплатить. Все это необходимо, нужно. А у нас, к сожалению, сегодня бюджетного финансирования нет. Я сегодня возглавляю общественную организацию. А что такое общественная организация? Общественная организация. За спасибо. За спасибо. Ну, такое дело. Ну, я уже себя этому делу посвятил, и я просто себя в другом плане себя и не вижу. Саша, давай напомню еще такой факт. Дело в том, что в твоей биографии есть очень интересные строки. Это когда ты возглавлял областную федерацию футбола. Ты сделал такой переворот, но это была любительская организация. Выступали, ну, в общем, была проблема. Ты впервые перешел на хозрасчетные рельсы, и вот сейчас футбол любительский получил основу и имеет очень авторитетную во всей стране именно Николаевскую область. Ты сделал такой... Мы выпускали ежемесячную газету «Футбольная орбита» с тобой. И чувствовал, какой ритм. Хорошая строка жизни. Ну, это, конечно, футбол в моей жизни – это отдельная статья. Играл, судил. Ну, в общем... Ну, такое дело. Ну, я рад, что вот, как с ребятами встречаюсь, они говорят, ты же был первый. А первому всегда тяжело. Первому всегда где-то и шишки были, и то, и все. Но, тем не менее, я рад, что сегодня идет такое достойное продолжение развития футбола. Я рад, что сегодня Николаевский футбол на таком хорошем украинском уровне стоит. Сегодня много команд и очень много положительных моментов. Поэтому я рад, что мое дело продолжается, развивается. Но, тем не менее, когда я снова вернулся в «Спартак», и когда я столкнулся с тем, что у нас такая ситуация, то, что я делал в футболе, вот этот момент, когда ходил расчетной федерации, я пришел сразу к выводу, что надо иметь свое финансирование, потому что раз государство не оказывает поддержку, надо самому искать финансирование. Саша, как ты выживаешь вместе с теми коллективами? И вот сегодня в этих условиях, конечно, благодаря тому, что у меня большой опыт, меня многие знают в городе, мне многие помогают. Организации, конечно, сегодня организации, 90-е годы, эти были такие лихие, 2000-е годы, предприятие сокращается, инструктора убираются. Только за счет тех людей, которые помогали массовой физкультуре, сами неравнодушны к массовой физкультуре, я, конечно, держался, держусь, и, надеюсь, что и будут держаться на плаву, потому что я вижу, что людям это нравится, люди тянутся, особенно, знаете, глаз радует, когда приходят с детьми. Это же самый такой момент, когда только из-за детей и тянешься. И я хочу сказать, и мне чем тяжелее работать, тем мне интереснее. Саша, интересный у тебя был метод подхода. Дело в том, что когда на площадку выходили рядовые физкультурники, особенно представители здравоохранения, у тебя много было таких направлений, ты еще привлекал не только интересную художественную спортивную программу, но и известнейших спортсменов, которые рядом с рядовой физкультурниками играли, прыгали, бегали. Как тебе удавалось вот такой клубок сделать? А я скажу, Юра, почему удавалось. И сегодня, и сейчас я тоже так работаю, потому что это нормально, когда рядовые физкультурники видят своих звезд, звезд, не только Николай, а мировых звезд. У меня нормально и Бабакова приходила, и наши фехтоватчицы были у меня. И им интересно, ведь они же налогоплательщики, они же получают деньги за счет отчисления, они же должны видеть, откуда идет финанс, и для кого они работают. И для них это удовольствие. Они когда приходят, они не только рассказывают о своих победах, не только приходят со своими медалями и наградами, они становятся в общий строй команды. И, предположим, у меня фехтоватчица наша знаменитая, Оля Харлан. Поздравим ее, ей исполнилось только что 25 лет. Умница, замечательная, лучшая, соблистка нашей, не только области Украины, но и планеты. Оля Харлан в составе... Вчера исполнилась 25 лет. В стоматологии выходила и играла в составе стоматологии. Ну, это же интересно, а для какой стимул, для участников, когда в команде играет олимпийская чемпионка. Ну, и где, в какой стране, где в каком-то... И людям интересно, и мне интересно, и ей интересно. Ну что, приходят поздоровать и пошли. Да, а тут, когда она рядом с ними, это же совсем другое. Саша, надо вот что сказать. Вот здесь с праздником, будет очень много интересных праздников. День города, День физической культуры. Ну, и вот Ваш руководитель, Виктор Федорович Вовченко, известный специалист в области спорта, мастер спорта, получил большую награду. Вот рады, грамоту, медаль. Так что можно его поздравить, потому что Спартаковцы очень много сделали для возрождения и большого спорта, и низовой физической культуры. А кто у тебя на передовых позициях? С кем тебе легко работать? А кого тяжело вытянуть? Ну, я скажу, конечно, большую помощь, большую поддержку. И мой человек, который всегда помогает в моей идее, это наш обкомпорт уюта работников здравоохранения. Есть председатель Заяц Евгений Николаев, с которым мы уже плодотворно работаем 30 лет. Но она лидер настоящего. Она лидер, за которой многим нашим спортивным функционерам до нее, конечно, тянуться и идти. Потому что она, именно она, стояла у истоков того, что мы проводим традиционные ежегодные спартакиады в очах. И вот буквально через неделю мы проводим очередную спартакиаду медиков в очах. И сегодня ситуация немножко поменялась. Сегодня мы ищем финансирование не только обком дает. Сегодня нам и городской бюджет помогает, и городской спорткомитет. Это явление, которое достойное внимания и уважения. Потому что когда на старте выходит 40 команд, 400 человек, это же о чем-то говорит. А когда вместе с ними идут во главе со спартаковским флагом наши дети и будут... Ну так это вообще праздник жизни. Как ты управляешь этим процессом? Ну как я управляю? Сотни люди, сотни собираются? Я хочу сказать, ну это, конечно, дело надо очень любить, сильно любить. Потому что, ну что там говорить, тяжело, но у меня есть помощники, добровольные мои помощники. Люди те же врачи, те же там работники соцзащиты. Вот сегодня, вот я буквально две недели назад, мы провели спартакиаду соцзащиты в очах. Ну это сфера социальной защиты, ну вы же понимаете, это люди, канцелярские работники, у которых вот их рабочее место, стол, компьютер, ручка, все. А ты банки сколько срывал? Ага, и вот они приходят, и 10 команд сейчас, а впервые мы сейчас провели рыбную ловлю, все счастливые, довольные. А банки, банки это вообще отдельная тема разговоров. Вот мы бывали вот завтра, завтра, вот, завтра день фисутурника, день города. И в программе дня города мы проводим турнир по мини-футболу. Задумка была такая, что начинают банки, потому что в прошлом году мы проводили, ну что-то не сложилось в этом году у банкиров. И мы вместо банка уже подтянули другие команды, в том числе завтра играет обосновательная радиокомпания. Вот сегодня пришел Индиков, ему это интересно, сегодня команда обла телерадио готовится на всеукраинскую спартакиаду, медиа, игры. Тут будут и студенты, и медики участвовать, и завод бронетанковый. Это говорит о том, что раз люди идут, значит людям интересно. Саша, не случайно мы тебя сегодня пригласили, но так как день физической культуры Украины, еще включает одно слово в спорте, пару слов о спорте. Мы в прошлой программе рассказывали о том, что баскетболисты города Николаева, представляющие НКИ, отправились в Америку, в Орландо на чемпионат мира. Пока короткое сообщение, а потом у нас будут подробности. Они завоевали бронзовые награды. Повез команду Юрий Жуков, профессор НКИ Московского университета. Но самое интересное, поехала его дочка Елена, и она составит сборную Украины. Там же в Орландо завоевал золотую медаль. Так что она чемпионка мира. У нас будет с ней встреча. Саша, благодарю тебя за эту встречу. Спорт требует скорости, темперамента. Ты это умеешь делать. Поэтому вас с праздником. До встречи на спортивных площадках. Будьте здоровы. А благодаря вот таким людям, как Александр Стокаренко, это дело все-таки движется, несмотря на то, что масса проблем. В общем-то, я здоровья. Держите. И я в заключении. Можно еще скажу? Я хочу в связи с предстоящим профессиональным праздником поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником. Любителей спорта, любителей физической культуры. Пожелать им счастья, здоровья. И самое главное, занимайтесь физкультурой. Будете крепкими, здоровыми. И будем с вами встречаться не один день, не один год. До встречи на спортивных площадках. Ну вот он, организатор, пропагандист, умелый создатель очень многих терроризо-спортивных праздников. До встречи. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин